Всем добрый день! Сегодня вам покажу, как пошить вот такой кошелек. Как сделать вот такое тиснение. Это инициалы. Можно сделать просто имя полностью. Как вшить молнию, все расскажу и покажу. Отдел для карточек. Кошелечек объемный, вместительный, помещается даже смартфон. Кому интересно, смотрим видео дальше. Итак, передо мной кожаная куртка. Вот с нее мы и будем шить кошелечек. Вот эта прекрасная часть, очень даже не маленькая, пойдет конечно на сумочку. Но это видео будет попозже. Сегодня именно кошелек. Но, когда вы начинаете шить кошелек, вы должны рассмотреть, какие куски большие пойдут на какую-то большую вещь. Допустим, как у меня, в будущем будет сумочка. Вот эти части я оставлю. Это будут ремешки к сумочке. Ну, а вот эту часть можно резать на кошелечек. Так, отрезаем рукава. Отрезаем подкладочку. Короче, всю делаем демонтаж куртки. Из пластиковой досточки сделала выкройку. Большая деталька 22 на 12,5. На 12,5 сантиметров. Эти меточки для меньшей детальки. Меньше на 2 сантиметра. По бокам выточка 1,5 на 1,5 сантиметра. Одна сторона кошелька у меня будет вот с таким вот украшением, так как было на курточке. Вот здесь вот проходит выточка. И немножко была дутловатость. Я через марлечку прогладила. И теперь эта деталька почти идеальная. Вторую сторону. На второй стороне мы будем делать тиснение. Я буду делать свои инициалы. Будем использовать клей. И поэтому сначала мы эту детальку выкроем чуть-чуть больше. А потом уже выкроем все по выкроечке. Ну, а это нижние детальки. Как я сказала, меньше на 2 сантиметра. Вырезаем. Нанесла клей. Размазываю. И быстренько буду склеивать детальки. Окно желательно открыть. Клей очень токсичный. Придавливаем чем-нибудь книгой, например. Так, это у нас вторая сторона кошелька. На нее накладываем вырезанные из толстой кожи. Ну, вот я вырезала свои инициалы. Приклеиваю их. Можно приклеить простым клеем. Клей-карандашом. А теперь наносим клей, который для кожи. Извиняюсь за посторонние звуки. Соседи что-то пилят. Так, ну и так же наносим на вторую детальку. Именно на центральную часть. Накладываем одну детальку на другую. Переворачиваем. И начинаем делать, формировать наши буковки. Обязательно находим какой-то предмет, который нам будет в этом помогать. Прошло время. Подсохло. Вот так у нас получилось. Так, теперь занимаемся молнией. Вот так делаем надсечечки маленькие, крошечные. Или просто какие-то меточки. По два с половиной сантиметра. К этим меточкам будет пришиваться наша молния. Здесь пускай она будет длиннее. Закрепляем, подворачиваем. Располагаем между слоями кожи. И вот так заклеим. А здесь можно так же заклеить или прострочить. Вот такой вот ограничитель из кожи. И потом будем пришивать молнию. Наносим клей-карандаш на край молнии. Прикладываем к нашей детальке, лицевая к лицевой. Вот наша меточка. И здесь наша меточка. Пришиваем. Пришили. Теперь так же накладываем лицевая на лицевую. И пристрачиваем. От метки до метки. Так, пришила молнию. Смотрю, теперь и думаю. Вот здесь я догадалась уменьшить эту детальку по 2 см. А вот здесь не догадалась. Как бы опыта у меня мало по пошиву кошельков. Но вот трудности, с которыми я буду сталкиваться, буду вам подсказывать. Значит, вот эта деталька должна быть не такая, а вот здесь на 2 см меньше. И сделаю тоже вот такие надсечечки. И это будет очень удобно. Ну вот теперь вот эту часть можно или приклеить, или если вам позволит ваша машинка отстрочить. Ну я попробую отстрочить. Вот здесь не буду трогать. Толщина большая. А вот от этой части. Вот так получилось. Вот здесь строчка съехала. Я потом вручную закрепила край молнии к строчке. Здесь вот ниточка. Не смогла я сделать закрепку. Поэтому завяжу, уже завязала. И в иголочку вгену. И вставлю между слоями ткани. Нитки использую вот такие. Полистер 100%. Сороковочка. Так, здесь также наносим клей, чтобы скрепить наши детальки. И прострачиваем. Прострочила. Наношу клей. Вот там, где замша к замше, будет достаточно простого клей-карандаша. А вот где кожа с кожей, там, конечно, клей надо посерьезнее. И приклеиваем. Ничего страшного, если здесь вот будет несколько миллиметров без кожи. Это лучше, чем в нахлёст, я считаю. И вот так вот надо прострочить. Будет у нас такое вот небольшое донышко. Но справедливости ради надо сказать, что это донышко можно сделать и другим способом. Вот этот кошелёчек, я не заморачивалась. Я просто вот так прострочила. Но вот из-за того, что толщина, этот уголочек просто не вывернулся. Вот он там внутри. И ничего страшного. И вот как бы донышко всё равно есть. И также кошелёчек объёмный. Правда, он немножко меньше у меня. Так. Ну и вот здесь вот приклею карманчик для карточек. Также здесь закреплю, как я уже говорила. И всё, и наш кошелёчек будет готов. На ночь его оставлю, чтобы он проветрился, потому что клей прилично воняет. Здесь прошила. Кошелёк готов полностью. Выворачиваем. Вот такой получился у нас кошелёчек. Сюда карточки банковские, другие. Места много. И денюжка поместится, и даже телефончик. Вот такое видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Такой кошелёчек можно подарить близким, с инициалами, или просто полностью написать имя. Методом тиснения. Надеюсь, что вам всё было понятно в этом видео. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok